Кто же, Господи, как не ты, сказал, чтобы собрались воды в одно место? И явилась суша, жаждущая тебя, и море твое, и ты сотворил его, и сухую землю создали руки твои. Не горе и желаний, но собрание вод называется морем. Ты сдерживаешь злые страсти души и ставишь границы, докуда разрешается дойти водам. Пусть само по себе иссякнет волнение их. Так подчиняешь ты море власти своей, всюду устанавливающей порядок. Души, жаждущие тебя и тебе предстоящие, удалил ты с другой целью от союза с морем. Ты орошаешь их водой из тайного сладкого источника, чтобы земля дала плод свой и дает плод свой. И подчиняясь велению Господа Бога своего, растит душа наша дела милосердия по роду своему, любит ближнего и помогает ему в его телесных нуждах, памятуя о сходстве с ним. Собственная немощь заставляет нас сострадать, пособлять нуждающимся и оказывать им такую помощь, какую хотели бы мы получить сами, оказавшись в такой же нужде. И не только помощь незначительную, похожую на траву полевую, но крепкую защиту и покровительство, напоминающее плодоносное дерево, вырываемое обиженного из рук могущественных, простирая над ним, как дуб, крепкую сень праведного суда. Так, Господи, так, молю Тебя, как даешь Ты радость и силу, тогда родится на земле правда и справедливость взглянет с небес на землю и возникнут на тверде светила. Преломил хлеб наш с тем, кто голоден. Преломим, введем под кровь наш бездомного, оденем нагого, не будем презирать рабов, таких же людей, как мы. Земля родила плоды, посмотри на них, они хороши. Да вспыхнет во время свет наш, и за дела наши урожай низкого качества, получив радость озерцать слово жизни, да явимся, как светило в мире, укрепленной на тверде Писания Твоего. Так, там научишь Ты нас различать между умопостигаемым и чувственным, как между днем и ночью, как между душами, обращенными к умопостигаемому и обращенными к чувственному. И Ты уже не один в тайных решениях Твоих, как было до создания тверди. Отделяешь свет от мрака, духовные создания Твои, размещенные на той же тверде по благотати Твоей, явленной миру. Сияют над землей, отделяют день от ночи и отмечают время. Древнее прошло, теперь все новое. Приблизилось спасение наше, когда мы в него поверили. Ночь проходит, но день уже приблизился. И Ты благословляешь венец года Твоего и посылаешь работников жать на ниву Твою, над которой, засевая ее, трудились другие. Ты посылаешь их на другую ниву жатва, с которой будет снята в конце веков. Так исполняешь Ты молитвы просящего и благословляешь годы праведника. Ты же всегда тот же, и в годах своих, которые не убывают, готовишь житницу для годов приходящих. По вечному совету Твоему посылаешь Ты в свое время на землю дары с небес. Одному дается духом слово мудрости. Это великий светильник для тех, кто наслаждается, как утренней зарей, ясным светом истины. Другому от того же духа слово знания. Это светильник меньший. Тому вера, тому дар мрачевства, тому дар чудес, тому пророчества, тому способность различать духов, тому дар языков. Все это как звезды. И все это дело одного и того же духа, который уделяет каждому свое, как он хочет, и заставляет светило появляться и сиять на пользу. Знания же, объемлющие все таинства, которые меняются со временем, как луна, а также прочие дары, упомянутые мною подряд, как звезды, отличаются от яркого сияния мудрости, как ликующий рассвет от сумерек. Они необходимы, однако для людей, с которыми разумнейший слуга Твой не мог разговаривать как с духовными, а только как с плотскими. Он, который проповедует мудрость среди совершенных. Душевный человек – это младенец Христов, пьющий молоко, пока не окрепнет настолько, что сможет вкушать твердую пищу и смотреть прямо на солнце. Пусть не считает себя покинутым в ночи, но довольствуется светом луны и звезд. Вот в чем наставляешь ты нас, премудрый Боже, книгой Твоей, твердью Твоей. Да научимся в дивном созерцании различать все, хотя еще только в знамениях, во временах, в днях и годах. Прежде, однако, омойтесь, будьте чисты, уберите зло из сердец ваших и от очей моих, да явится сухая земля. Научитесь делать добро, защищайте сироту, ступайтесь за вдову, да взрастет земля траву кормовую и дерево плодоносное. «Придите, рассудим, — говорит Господь, — да буду светила на тверде небесной, чтобы светить на землю». Ивангельский богач спрашивал у благого учителя, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И учитель благой, которого тот считал человеком и только, а он благ, потому что он Бог, сказал ему, что если он хочет прийти к жизни, то пусть соблюдает заповеди, удалит от себя горечь злоба и распутства, не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не лжесвидетельствует, дабы показалась сухая земля и произрастила бы уважение к отцу и матери и любовь к ближнему. Все это, — ответил богач, — я выполнил. Откуда же, если земля плодоносна столько терней? Ступай, выкорчи разросшуюся часть чужадности, продай имение свое, обогатись, раздавая бедным, и получишь сокровища на небесах. Следуй за Господом, если хочешь быть совершенным. Присоединись к тем, кому обращает мудрые слова тот, кто знает, чем наделить день и ночь. Узнай их и ты, чтобы они стали тебе светилами в тверде небесной. А это случится только, если там будет сердце твое. Это же случится, если там будет сокровище твое. Такие слова услышал ты от Учителя Благого. И омрачилась земля бесплодная, и тернии заглушили слова. Вы же народ избранный, немощные мира, которые оставили все, чтобы следовать за Господином. Идите за ним и смутите сильных. Идите за ним прекрасные ноги и светите в тверде, дабы небеса оповедали славу свою. Различайте между светом совершенных, но еще не таких, как ангелы, и тьмой малых, но не безнадежных. Светите всей земле, пусть день, сияющий солнцем, передаст дню слово мудрости. И ночь, освещенная луной, возвестит ночи слово знания. Луна и звезды светят в ночи, но ночь не затемняет их, потому что сами они в меру свою освещают ее. И вот так же, как сказал Бог, да будут светила на тверде небесной, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились разделяющиеся, как бы огненные языки, и почили на каждом из них. Так и появились светила на тверде небесной, имеющие слово жизни. Разбегитесь повсюду, огни святые, огни прекрасные. Вы свет миру, и вы не под сосудом. Вознесся тот, кому вы были привязаны, и вознес вас. Разбегитесь, станьте известны всем народам. Двадцать. Да зачнет море и родит дела ваши, да произведут воды пресмыкающихся, имеющих душу живую. Отделяя ценное от дешевого, стали вы устами Господа сказавшего. Да произведут воды душу живую, не такую, как производит земля, но пресмыкающихся, имеющих живую душу, и птиц, летающих над землей. И трудом святых твоих всюду среди волн мирского соблазна появляется таинство твои, дабы омыть народы крещением твоим, данным во имя твое. Совершилось между тем великое и дивное, подобное созданию великих рыб. Голоса вестников твоих носились над землей, над твердью книги твои, защищавшие авторитетом полет их, куда бы они ни направлялись. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Ибо, Господи, по благословению Твоему умножились они. Разве лгу я, смешивая в одной, не различая между ясным познанием того, что на тверде небесной, с человеческими делами, на волнующемся море под твердью небесной? Есть знание прочное, законченное. Оно не увеличивается от поколения к поколению. Это свет мудрости и знания. А сообщают его с помощью множества разнообразных телесных действий. Вырастая одно из другого, они умножаются по Твоему благословению, Господи. И Ты утешил наши скоро пресмыкающие, присыщающиеся телесные чувства. Душа может познать единую истину многими способами. Сказать о ней и выразить ее с помощью телесных движений. Вот что произвели воды, но по слову Твоему. Нужда народа, воотвратившейся от вечной истины Твоей, произвела это по Евангелию Твоему. Ибо сами воды выбросили это, и горькая слабость людская была причиной этого возникновения. Прекрасно все созданное Тобой, и несказанно прекрасен Ты, Создатель всего. Если бы Адам не отпал от Тебя, не излился бы из его чрева этот морской рассол. Род человеческий предельно любопытный, неистово надменный, неустойчиво шаткий. Тогда не потребовалось бы проповедникам Твоим работать среди моря, сообщая о Твоих таинственных делах и словах телесным, чувственным образом. Так представляются мне теперь предсмыкающиеся и птицы. Но люди, даже понявшие эти символы, недалеко ушли бы, если бы душа не оживала духовно, поднимаясь выше, и не стремилась бы от начальных слов к совершенству. И поэтому, по слову Твоему, не глубины морские, но земля, отделившаяся от горьких вод, произвела не присмыкающихся с душою живою, и не птиц, а душу живую. Она уже не нуждается в крещении, которым нуждаются язычники, как нуждались тогда, когда ее покрывали воды. Иначе не входит в Царство Небесное с того времени, как Ты установил, чтобы входили таким образом. Она не требует для веры великого и дивного. Верит без знамений и чудес, ибо отделена уже земля верная от горьких вод неверия. И язык и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Земля, которую утвердил Ты на водах, не нуждается в тех летающих созданиях, которых по слову Твоему произвели воды. Пошли на нее слово Твое через вестников Твоих. Мы рассказываем об их деятельности, но это Ты действуешь в них, чтобы они могли создать душу живую. Земля произвела ее, ибо земля вызвала их деятельность, как море вызвало присмыкающихся с живой душой и птиц под твердью. Земля больше в них нуждается, хотя и вкушает рыбу, поднятую из глубин на трапезу, которую приготовил Ты перед лицом верующих. Она была поднята из глубин, чтобы напитать сухую землю. И птицы по рождению моря, и однако размножаются они на земле. Первые голоса евангельской проповеди раздались по причине людского неверия, но и верным многообразно подает она изо дня в день наставления и благословения. Живая душа берет свое начало из земли, но только верным полезно удаляйся от любви к веку сему, дабы для Тебя жила душа их. Она умирала, живя в наслаждениях, в наслаждениях, Господи, смертоносных. Для чистого сердца Ты наслаждение животворящее. Пусть же на земле слуги Твои работают иначе, чем в водах неверия, когда они, говоря и возвещая, действовали на невежд, нежество родит удивление, чудесами, знамениями и таинственными голосами, пугая этими непонятными знаками. Так приходят к вере сыновья Адама, забывшие Тебя, скрывшись от лица Твоего, становятся бездной. Пусть слуги Твои работают, как на сухой земле, отделенной от пучин бездны. Пусть жизнь их проходит на глазах уверны, служит образцом для них и побуждает к подражанию. Не только ведь, чтобы послушать, но чтобы и действовать, слушаются. Ищите Бога, и жить будет душа Ваша. Произведет земля душу живую. Не сообразуйтесь с веком сим, держитесь в стороне. Избегая его, живет душа. Стремясь к нему, умирает. Воздерживайтесь от лютой бесчеловечной гордости, от расслабляющих наслаждения распутства, от того, что вживо именуется наукой. Да будут дикие звери приручены, домашняя скотина объезжена, змеи безвредны. Все они аллегорически изображают душевное движение. Но спесивое превозношение, упоение похоти и яд любопытства – это чувство души мертвой. Смерть ее состоит ведь не в состоянии, не в отсутствии всякого чувства. Она умирает, отходя от источника жизни. Ее подхватывает приходящий век, и она начинает сообразовываться с ним. Слово же Твое, Господи, источник жизни вечной, и оно не приходит. Вот почему запрещено Словом Твоим отходить от него и сказано – не сообразуйтесь с веком сим. Да произведет земля от источника жизни душу живую по слову Твоему, переданному Твоими евангелистами, душу воздержанную, подражающую подражателям Христа Твоего. Это и значат слова «породу своему». Ибо друг подражает своему другу, будьте, говорит, как я, потому что и я, как вы. И так в душе живой будут действовать звери добрые и кроткие. Ты ведь заповедал – в кротости совершай дела Твои, и полюбит Тебя каждый. И домашняя скотина останется доброй при избытке еды и при ее недостатке. И добрые змеи не будут опасны и не повредят, но будут предусмотрительно остерегаться и исследовать временное лишь настолько, насколько это нужно, чтобы через понимание сотворенного увидеть и понять вечность. Повинуются разуму эти животные, и, уедя от смертоносного движения вперед, они живут и остаются добрыми. Вот, Господи Божий наш, Создатель наш, когда обузданы будут привязанности наши к веку этому, мы умираем в них, живя худо, и начнет возникать, живя хорошо, душа живая, когда исполнится слово Твое, сказанное через Твоего апостола, не сообразуйтесь с веком сим. Тогда осуществятся и Твои сразу же следующие слова «Преобразуйтесь обновлением ума Вашего», уже не по роду Вашему, не подражая ближайшим предкам и живя не по примеру лучшего, чем мы, человека. Ты ведь не сказал «Да появится человек, соответствующий роду своему», а сказал «Сотворим человека по образу и подобию нашему, да познаем, в чем воля Твоя». Поэтому проповедник слов Твоих, родившись вновей через благовестие, желая иметь не всегда младенцев, которых надежит питать молоком и лелеять, как кормилицы, говорит «Преобразуйтесь обновлением ума Вашего, чтобы познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Поэтому и не говоришь ты, да появится человек, но сотворим. Не говоришь по роду его, но по образу и подобию нашему, обновленный умом, увидевший и понявший истину Твою, не нуждается в человеке, который указал бы ему, как подражать своему роду. По указанию Твоему он сам познает, в чем воля Твоя благая, угодная и совершенная. Ты учишь его, и он уже способен увидеть троичность единства и единство троичности. Поэтому после слов во множественном числе «сотворим человека» добавлено в единственном «и сотворил Бог человека». После слов во множественном числе «по образу нашему» добавлено в единственном «по образу Божию». И так человек обновляется в познании Бога по образу создавшего Его, и, став духовным, судит о всем, что подлежит суду. О нем же никто судить не может. Слова же он судит обо всем значат, что он имеет власть над рыбами морскими и птицами небесными, над всем скотом и всеми зверями, над всей землей и над всеми гадами, ползающими по земле. Он властвует в силу своего разума, который понимает, что от Духа Божия. А иначе человека, который не понимает своего достоинства, может сравнить со скотиной бессмысленной и уподобить ей. Поэтому в церкви Твоей, Боже наш, по благодати Твоей, которую Ты даровал ей, мы ведь из мышления Твоей созданы на добрые дела. Есть не только духовные руководители, но и те, кто духовно подчиняется руководителям. Ты ведь сотворил человека, мужчину и женщину. Но по духовной благодати Твоей нет ни мужского пола, ни женского, ибо нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного. Духовные же люди руководят ли они? Повинуются ли руководителям? Судят духовно. Не о духовных истинах, сияющих в тверде, они стали авторитетны, что о них судить не положено. Не об этой книге Твоей, хотя и есть с ней места темные. Мы подчиняем ей свой ум и уверены, что и то, что закрыто от глаз наших, сказано правильно и правдиво. Человек, пусть и духовный, пусть обновленный познанием Бога, создавшего его по образу своему, должен быть делателем закона, не судьей его. И он не судит о том, кого отнести к людям духовным и кого к плотским, а неведомы, Господи, очам Твоим. А перед нами не явилось еще дел, чтобы упознать их по плодам их. Ты же, Господи, уже знал их. Ты разделил их и позвал втайне еще до того, как создана была твердь. И человек, хотя и духовный, не судит о беспокойной толпе века сего. Ему ли судить о внешних, когда он не знает, кто уйдет отсюда в сладостную благодать Твою, и кто останется в горечи вечного нечестия? Поэтому человек, которого Ты создал по образу Твоему, не получил власти ни над светилами небесными, ни над самим тайным небом, ни над днем и ночью, которые Ты наименовал еще до создания неба, ни над собранием вод, то есть над морем. Он получил власть над рыбами морскими и птицами небесными, над всем скотом и над всей землей и всеми гадами, ползающими по земле. Он судит и одобряет то, что правильно, и не одобряет того, что найдет худым в совершении или таинств, которыми освящены те, кого милосердие Твое выискало в пучинах водных. При трапезе ли, когда подается рыба, извлеченная из глубины, ее вкушает земля благочестивая, в знаках ли и словах, покорных авторитету книги Твоей, порхающих, словно птицы, под твердью, толкуют, излагают, рассуждают, спорят, благословляют и призывают Тебя в словах, звонко срывающихся с уст. Пусть народ отвечает «Аминь». Все эти слова должны быть произнесены и должны прозвучать, потому что век сей бездна, а плоть слепа. Увидеть мысленное она не может, требуется поразить ее слух. И хотя птицы размножаются на земле, но происхождением они от воды. Духовный человек судит, одобряя то, что правильно, и не одобряя того, что найдет худым в поступках и нравах верных. В их милостыне эта земля плодоносная. Он судит о душе живой, прирученной целомудрием, постами, благочестивыми размышлениями о том, что она может воспринять телесными чувствами. Она судит о том, что в ее власти исправить. «Но что это? В чем эта тайна? Ты благословляешь, Господи, людей, расти, размножаться и наполнять землю, не указывая ли этим на что-то, что мы должны понять? Почему не дал ты такого благословения ни свету, который назвал днем, ни тверди небесной, ни светилом и звездам, ни земле и морю? Я хотел бы, Боже наш, сказать, что ты, сотворивши нас по образу твоему, пожелал одарить этим благословением только человека. Хотел бы. Но ведь теми же словами благословил ты и рыб, и морских чудовищ. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды морские, а птицы да размножаются на земле». Я сказал бы, что это благословение относится к тем существам, которые продолжают род свой, рождая от себя потомков. Если бы нашел, что они сказаны и для деревьев, и для кустарников, и для земных животных. Растите и размножайтесь. Не сказано ни травам, ни деревьям, ни зверям, ни змеям, хотя все они, как и рыбы, и птицы, и люди, хранят и увеличивают свою природу, рождая потомство. Что же сказать мне, свет мой и истина? Что сказано, это ни к чему и впустую? Ни в коем случае. Отец благочестия. Прочь отрабатывая его такое слово. Если я не понимаю смысла этой фразы, пусть объясняют ее лучше. То есть более разумные, лучшие, чем я. Каждому ведь, Боже мой, даешь ты его меру разумения. Да угодно будет в очах твоих исповедание мое, исповедую веру мою, Господи. Не зря было тобою так сказано. Не умолчу о том, какие мысли подсказало мне чтение этого места. Они верны. И я не вижу, что мешает мне понимать слова книг твоих в переносном смысле. Я знаю, что постигнутая умом в единой форме может быть выражена словесно во многих, а постигнутая умом в разных формах выражена в одной единственной словесной формуле. Вот единая мысль о любви к Богу и ближнему. Она выражена в многообразных символах, бесчисленными языками и бесчисленными выражениями в каждом. Так вот растут и умножаются порождения вод. Обрати опять-таки внимание всякий, кто это читает, на следующее. Вот фраза из Писания в единственной ее форме. Вначале Бог создал небо и землю. Разве не многообразно понимают ее? Ложь и заблуждение я не принимаю в расчет. Разумею ее по-разному, но правильно. Так растут и умножаются поколения человеческие. Если мы будем думать о природе вещей, не прибегая к аллегориям, то слово «растите и множьтесь» подойдут ко всему, что рождается из семени. Если мы поймем их в переносном смысле, я думаю, что скорее он и был целью Писания. Недаром же уделяет оно это благословение только морским животным и людям. Мы найдем множество среди существ духовных и телесных. Их обозначает небо и земля. Среди праведников и грешников они обозначены как свет и тьма. Среди святых писателей, показавших нам свет, это тверчь, которую укрепил ты между водой внизу и водой вверху. В горьком общении с людьми – вот море. В рвении благочестивых душ – а не сухая земля. В трудах милосердия, исполненных в этой жизни, они обозначены как посевы плодоносной деревья. В духовных дарах, обнаружившихся нам на благо – вот светило небесное. В страстях, обузданных умеренностью – вот душа живая. Во всем этом обнаружим мы увеличение, избыток и прирост. Но это тросоумножение таковы, что только в мире чувственных образов и умопостигаемых явлений можно об этом и том же рассказывать на тысячу ладов, и одно единственное положение – на тысячу ладов понять. Под порождением вод мы понимаем чувственные образы, необходимые для людей глубоко плотских. Под порождением людским – мысленных представления, мысленные, рожденные плодовитым разумом. Поэтому, думаем мы и сказано тобой, Господи, тем и другим – растите и множитесь. Я полагаю, что в этом благословении дарованы нам способности и силы многообразно выражать постигнутое в единой форме. И многообразно понимать единообразно выраженное темное место. Так наполняются морские воды и приходят в волнение от разных толкований. Так и земля наполняется порождениями людей. Сухостью обнаруживается в рвении к знанию. И владычествует над ней разум. 25. Хочу еще раз сказать, Господи Божий мой, в чем убеждают меня следующие страницы Твоего Писания. Говорить буду безбоязненно и скажу правду, ибо Ты внушил мне сказать то, что пожелал. Ты выразить своими словами этими. Верю, что правду я говорю только по внушению Твоему, ибо Ты один истинно, а всякий человек ложь. Поэтому тот, кто говорит ложь, свое говорит. Чтобы сказать правду, мне надо говорить Твое. Вот дал Ты нам в еду всякую траву, сеющую семя, какое есть на всей земле, и всякое дерево, которое имеет плод, сеющий семя, и не только нам, но и всем птицам небесным, и животным земным, и змеям, рыбам же и морским чудовищам не дал. Но мы говорим, что эти земные плоды представляют аллегорические дела милосердия, которые в житейских нуждах подает земля плодоносная. Такой землей был благочестивый Анисифор, дом у которого даровал Ты милость. Часто покоил он Твоего Павла, и не стыдился уз его. Тоже делали и братья, взрастившие богатую жату. Восполнили недостаток его, придя из Македонии. Жалуется он и на некоторые деревья, не принесшие ему должного плода. При первой моей защите никого не было со мной, все меня оставили. Да не вменится им. Эти плоды надлежит приносить тем, кто преподает нам разумные учения, помогая понять божественные тайны. Эти плоды надлежит приносить им как людям. Надлежит и как тем, кто предлагает себя душе живой. Как пример для подражания во всяческой воздержанности.